Сейчас кулужане разделились на два лагеря. Строить или не строить завод по переработке мусора под Калубой. А пока взрослые воюют, молодежь и организаторы-энтузиасты от слов перешли к делу. В апреле 2015 года стартовал экологический проект «Мы разделяем». Его вдохновитель Екатерина Николаева. Под ее руководством было открыто пять пунктов приема отходов, которые подлежат переработке. И все они находятся в центре города, где традиционно учатся и отдыхает молодежь. Это главная целевая аудитория проекта. А почему в моем районе еще не открыли пункт? А давайте как-то сделаем. А как мне это сделать? А может я в подъезды поставлю контейнер? За неполные 9 месяцев они собрали 2980 килограмм бумаги и картона, 390 килограмм пластика. И тем самым сэкономили для государства около 4000 литров воды, почти 200 килограмм нефти и спасли 50 деревьев от вырубки. Здравствуйте. А скажите, такая красивая девушка, что вы делаете сейчас, копаетесь в мусоре? Я разделяю мусор, тот, который я коплю дома, так сказать, его разделяю. Картон, здесь даже, видите, подписаны баки, куда можно разделять спокойно. У нас вот Варя, которую вы сегодня видели, она однажды умудрилась так отмыть бутылку от масла, что мы вообще не смогли ее распознать. И только когда она нам сказала, что она была от масла, мы понюхали и поняли, что когда-то оно там было. Она просто умудряется вымывать все. Это уникальный человек, Валюша, она вообще умница. Навижение развивается такими быстрыми темпами, что уже на слет в Калугу собираются известные и авторитетные личности в сфере защиты экологии. Например, Сергей Скоробогатов, обладатель звания «Эколог России-2012», коллеги из столицы и профессор Калужского государственного университета. Я считаю, что это очень важно, поддерживать проекты локальные, которые возникают уже по всем городам. У меня есть знакомые в Перми, есть вот теперь в Калуге, и это здорово. Мне очень хочется поддержать и рассказать о том, как делать мероприятия подобного рода. Для Екатерины Николаевой проект не имеет конечного срока реализации. Насколько у вас еще хватит заниматься этим проектом? Насколько? Это дело моей жизни. В Калуге, в признанном экономическом регионе лидерей России, активно развивается столь важная гражданская инициатива. Ее уже поддержали около 800 человек. Настал апрель, и вот уже движение готовится праздновать свою годовщину. А Екатерина Николаева не только разделяет, но и объединяет единомышленников под своим крылом. Если мы спортим природу, и мы не переработаем мусор, это будет значить, что в будущее нужно инвестировать огромные суммы, чтобы очистить такие места. А это уже Жульен Тюни, советник швейцарского посольства в России. Он представлял на российско-швейцарском семинаре опыт своей страны в вопросах энергетической эффективности и ресурсосбережения. Инициатором семинара была швейцарская страна. Аран Хиггс поддержал и организовал его. Екатерина Николаева также выступила перед гостями на мероприятие с идеями проекта «Мы разделяем». А затем в Академии был открыт новый, уже шестой пункт приема отходов. Это еще одна маленькая победа экоактивистов. Калужская инициатива вышла на международный уровень. Благодаря рвению Екатерины в обществе и соцсетях информация распространилась и нашла поддержку у областного правительства. Сам губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, мы должны обязательно нацеливаться на раздельный сбор. По его мнению, люди с легкостью смогут к этому привыкнуть, если будут созданы специальные условия. И выдвинул предложение законодательному собранию о том, чтобы ввели специальные льготы для тех, кто разделяет отходы. Пока на уровне сознания это хорошо, это будет работать система, но в большом объеме будет хороший сбор, скажем так, раздельного мусора, видя, скорее всего, если будет все-таки какое-то материальное стимулирование человека. Будут ли исполнены указания губернатора? Или же все пойдет по принципу принять к сведению, но не исполнить? Покажет время. А пока на пункт приема вторсырья идут единомышленники юных экологов. И на собственных машинах везут бумагу и пластик в Турынино, стеклотары в Перемышль, батарейки в Москву, а металл на Киевку. И для них это не просто мусор, а вторсырье, которое обретет вторую жизнь. Виктория Кораблева и Елизавета Исаева. Специально для Муждом Ньюс. Продолжение следует...